Всем привет! Сегодня я буду переделывать вот эту вот большую картонную коробку в домик для кукол. Коробки 39 на 30 на 49 сантиметров. И у меня поврежден один угол, поэтому нужно будет его укреплять и обклеивать. Для начала я разберу коробку и вырежу одну большую стенку. Уберу ее просто пока. В идеале нужно было бы снять скотч, я его просто разрезала, но он начинал сниматься с верхним слоем моей коробки. После того, как я могу сложить свою коробку, я выбираю стенку из вот этих больших, которая наиболее повреждена. Это у меня вот эта. И я ее просто отрежу. Мне нужно сделать будет надрез вот тут и вот тут. Я положила прям внутрь коврик для резки, чтобы на нем резать, чтобы ничего не порезать лишнего и буду отрезать. Так, мой домик сейчас выглядит вот так. Заготовка я начала грунтовать акриловой краской, но поняла, что, наверное, лучше сделать это попозже. Я предварительно сняла все-таки весь скотч, все наклейки, которые были, потому что они не дадут нормально краске лечь. И сейчас я расчерчу, сделаю вырезы под окна двери и покажу вам свои расчеты. Так, всю мою высоту внутри, у меня оказалось 48 сантиметров, а не 49, как снаружи. Я поделила на 20, 20 и 8. Это чердачный этаж у нас будет, он будет увеличиваться, там скат крыши будет. Смотрите, я хотела сделать больше этажей на один, начала очертить, но у меня два верхних этажа получались по 15 сантиметров. Я решила, что они очень маленькие и думаю, что так удобнее будет играть и вообще, в принципе, будет удобнее повыше сделать потолки. Поэтому я решилась так, на такой вот, то есть 20, 20 и 8 сантиметров. Вот я провела по всей длине нашей коробки разрезанной. Итак, я вырезала отверстие под окна, крышу уже более-менее спроектировала и укрепила стенку, видите, там, где у меня было все поломано. Сейчас я поподробнее вам расскажу, что да как я сделала, а еще все покрасила с обратной стороны и уже начала делать текстуру кирпичики. Итак, по размерам окон я ориентировалась на имеющиеся. Я вот собрала все, что у меня есть, подходящие окошки и ориентировалась именно на их размер. Для начала я вырезала дверь, чуть-чуть отступила от пола, тут будет небольшая ступенька и вырезала вот такое вот отверстие под размер моей двери. По середине вот этой вот средней части, где вот тут у меня середина и я вырезала дверь. Приложила два окна, которые у меня будут на первом этаже, как я их хочу видеть. И на расстоянии 7,5 см от пола я вот их вырезала. Вот тут еще померила расстояние и такое же отложила отсюда. Вот, в общем, я вырезала эти два окна. И потом я продлила по всему дому вот эту вот линию низа моих окон и уже рассчитывала вот эти маленькие окошки. Вот тут будут какие-то маленькие окошки. Их у меня всего два, поэтому такие окошки еще я буду делать самостоятельно. Но они все будут по бокам у меня одного размера. Далее я, как вы видите, укрепила. Вот тут вот наклеила пивной картон на вот эту стенку. Это у меня второй этаж и это чердак. Укрепила обе стенки, потому что вот тут вмятина была. Продлила вверх полоски. Для начала я вырезала отверстия, а потом уже подобрала кусочки картона, подрезала, какие мне нужны. Итак, вверх подняла полоски. На таком же расстоянии 7,5 см от пола. И у меня получилось 7,5 см от стенок, от края и от угла. Далее я ту же линию продлила по всему второму этажу. По середине средней части разместила большое окно, оно у меня будет вот такое. И от него по бокам разместила чуть побольше окошки со ставнями. Также я их разместила на расстоянии 7,5 см. То же самое, как на вот этой части я делала на второй боковой стенке. И давайте поговорим о крыше, что я сделала с ней. Итак, крыша. Вот у меня пол самого верхнего этажа, чердака. Я отмерила те же 20 см, как у меня здесь высота этажа, и такой же по высоте этаж будет здесь. И срезала все лишнее. Такой вот у меня был кусочек тут на крыше. Далее я сложила, собрала таким вот образом дом и сложила стенку. Так, чтобы она до конца уходила. Стенку вот эту я не подрезала, чтобы она до края, посмотрела, какой мне угол нравится, уходила в крышу и отметила тут точку. Срезала этот угол. Сначала отмерила, сколько я буду срезать. Срезала и отмерила с этой же стороны. И срезала. Вот на этом, в принципе, я закончила работу над крышей пока. И перешла к работе над внешней частью моего дома. Так, показываю внешнюю часть дома. Я все покрыла краской акриловой. Все, что у меня было, сколько у меня хватило краски. Потом вспомнила, что у меня есть грунт, но он уже подсох, начала покрывать им. Но мне не понравилось, как он ложится. Я все допокрывала и выбросила его, потому что он уже совсем засох. Вот у меня прям такие куски, их надо подрывать, которые мешают. В общем, все покрыто у меня первым слоем. И потом я начала текстурной пастой делать вот такие вот кирпичики. Я сейчас принесу трафарет. Сделаем еще с вами один слой кирпичиков. И я расскажу, как я вообще это делала. У меня, видите, текстурная паста немного желтее, чем белая краска. Она такая, более желтая. И как раз мне видно, по крайней мере, куда я располагаю, что. Покажу вам для начала кирпичики поближе. Вот так сейчас все это у меня выглядит. А то, боюсь, их сверху было не особо хорошо видно. И я наношу слой, жду, когда он высохнет. И наношу следующий, чтобы все-все-все покрыть кирпичами. Так, трафарет у меня небольшой. Дом большой. Пользуюсь я вот такой вот текстурной пастой от Сонет. Тоже хочу ее уже закончить, выкинуть банку. Как я вообще с чего начала. Я расположила сначала вот здесь трафарет на центральной части. Сделала кирпичики. Вот здесь трафарет. Сделала кирпичики. И вот здесь внизу, на вот этой вот части, боковой, тоже сделала кирпичики. Когда этот слой просох, теперь я могу рядом создавать. Далее я переставила сюда. Тут я переставила вниз и сбоку. И точно так же я переставила на второй боковой стенке. Сейчас я покажу вам, как наношу. Теперь я могу наносить, смотрите, вот здесь поставить, чтобы ничего не смазать. Здесь и здесь уже в трех местах мой трафарет. Тут я не наносила, потому что у меня этот был не просох. Еще вот этот слой я боялась его смазать. Тут я буду здесь и здесь. И вот эту часть тоже нужно уже идти сюда наверх. Делать и тут разные кирпичики. В общем, буду делать вот так, пока вся моя поверхность внешняя дома не будет покрыта кирпичной текстурой. Так, сейчас я смотрю, как мне нужно сопоставить. Вот мой трафарет. Вот так вот его выкладываю. Вот моя текстурная паста. Остатки. И сейчас буду ее наносить через трафаретик. И вот так вот. Все, теперь трафарет перекладываю на другое место и продолжаю делать кирпичи. Прежде чем делать вот тут вот на краю кирпичики, нам нужно оформить сам край. Видите, я один край уже оформила. Покажу вам на примере второго, как я это сделала. Я буду обклеивать край акварельной бумагой. Нам ее понадобится достаточно много, так что можете много нарезать полосок. У меня вот был лист А3 и разные обрезки. Если нету такого большого листа, то просто стыкуйте. В общем, легко выйти из положения, имея хоть какую-то бумагу. Можно использовать ватман, бумагу для черчения. Главное, чтобы было это все потом красиво, потому что вот такой вот край, ну, не очень хорошо, мягко говоря, выглядит. Так, что я делаю. Наношу на половину полоски вдоль клей. Предварительно размажу, хорошенечко. И приклеиваю этой стороной клею на край. Потом я тут еще доклею кусочком. Так, переворачиваю. Видите, у меня тут выгнулась немножко моя основа. Я сбрызгиваю водичкой обычной. И кладу что-то тяжелое, ну, чтобы она была у меня ровненько, чтобы мне проще сейчас было все это приклеить. У меня еще есть тяжеленькая машинка. Буду ее ставить, но край. Так, край я не заставляю, чтобы можно было с ним работать. Палочкой для беговки. Можно это сделать непишущей ручкой, спицей с толстым кончиком. Так вот, делаю линию, по которой буду сгибать. Потом помогаю себе. Еще так приподнимаю. В общем, готовлю линию, по которой я буду сгибать эту бумажку. Теперь наношу сюда клей. И начинаю приклеивать. В этом мне помогут биндеры. И вот так вот до конца. Все приклеиваю. И когда я уже все приклеила, сняла биндеры, я вот так вот разглаживаю стенку, бок. И тут делаю очень красивый край. Делаю так, чтобы хорошо это все смотрелось. И продолжаю создавать кирпичную кладку на внешней стороне дома. Итак, после того, как с обратной стороны вся поверхность, кроме вот этой вот крыши и вот этой вот части, покрыта кирпичиками, я начинаю собирать наконец-то свой домик. Но мне нужно еще нарезать дополнительные детали. Смотрите, я измерила вот эту вот часть и вот эту вот часть. Это у меня длина на ширину. И мне нужно вырезать три таких детали. Я разобрала другие коробки. Вот у меня нет таких больших, частично с линией беговки, с линией сгиба сделала. Одну часть вырезала вот из спинки, которую я вырезала от этой коробки. Итак, это у меня будет пол, потолок, то, что у меня будет разделять этажи. Но также у меня будет две стенки. Одна вот здесь на первом этаже и вторая вот здесь на втором этаже. И прежде чем клеить эти детали, видите, мне нужно отметить, где будут эти стенки. То есть это у меня вот между первым и вторым этажом. Вот тут мне нужно нанести, где у меня вот эта стенка, между... Это пол у нас на первом этаже. И тут мне нужно нанести, где будет вот эта стенка, это между вторым и третьим этажом. Все вот эти вот детали я буду закреплять с помощью полосок из акварельной бумаги, согнутых вот таких вот бумажных полосочек. И сейчас я покажу вам, как я буду это делать. Так, начинаем собирать дом. Эту часть я отгибаю туда, это будет у нас какая-то территория перед домом. А эту я собираю вот таким вот образом. И буду сейчас намазывать вот эти части клея и приклеивать в пол. Вот так вот. Теперь, когда дно приклеено, я буду укреплять углы с помощью полосок акварельной бумаги. Промазываю клеем и клею во все уголочки. Вот тут, вот тут и вот тут. Так, в данный момент мой дом выглядит таким вот образом. И сейчас я буду приклеивать боковую стенку. Приклеивать ее буду вот так, белым полоском акварельной бумаги. Я посчитала вот этот размер, вымеряла и вот эту высоту, собственно, нашего этажа. И сейчас приклею и закреплю двумя такими же полосками с обратной стороны нашу стеночку, чтобы она хорошо держалась. Так вот сейчас я ее приклею. Кстати, таких стенок нам нужно будет две. На втором этаже также у нас будет боковая стенка. Прежде чем клеить второй этаж, во-первых, я везде приклеиваю вот эти вот полосочки. Вот тут тоже нужно и с этой стороны нужно. Везде-везде по периметру и вдоль стенки. И я завожу сразу свет, чтобы мой домик был освещен. Я три лампочки оставляю на эту комнату. Четыре лампочки на кухню. Раз, два, три, четыре будут на кухню. Остальные подниму наверх. Вот таким вот образом. И приклею уже с этим учетом. У меня всего 20 лампочек на гирлянде. И я вот таким вот образом их разделила. Здесь вот где-то их пока оставлю. Итак, когда я уже приклеила все на первом этаже, я поняла, что без проема как-то выглядит, ну, очень странно. Особенно вот эта маленькая комната. Она выглядит узкой и вот эта вот стена прям не очень, в общем, не понравилась мне, как это все смотрится. И я прям уже на месте вырезала в стене дверной проем. Конечно, проще было бы это сделать, если бы я сначала вырезала, а потом приклеила. Но пришлось уже находить выход из сложившейся ситуации. И я вырезала вот в таком собранном состоянии. Вот так сейчас у меня выглядит второй этаж. И видите, я уже сразу вырезала дверной проем в боковой стенке. Подготовила полоски, на которые буду ее приклеивать. И сейчас это сделаю. До приклеивания дверной проем срез я промазала текстурной пастой. Вот что у меня получилось. И вот так вот установленная стенка выглядит. Итак, вот так сейчас выглядит мой второй этаж. Я оставила тут 6 лампочек, тут 3. И завела сразу провод наверх оставшийся. Вот на эту стенку я пока не клеила полоску из акварельной бумаги, потому что она достаточно сильно, видите, деформирована. Я хочу сначала приклеить перемычку, потолок, пол на имеющиеся вот эти полоски. А потом уже, когда она схватится, начать крепить ее к вот этой вот стенке и выравнивать вот эту стенку. Ну, сейчас нанесу клей и буду клеить. И я сразу же приклеила и крышу коробки таким же абсолютно способом. Вот так сейчас выглядит мой дом. Измерила, какую мне нужно длину, ширину моей вот этой вот детальки. И приклеила с помощью белых полосок. Так вот выглядит. Единственное, что мне не нравится, что у меня вот здесь вот неровная, видите, стенка получилась. И немножко неровные вот эти вот боковые. Хотелось бы сделать их ровнее. Я наклею полосочки из переплетного картона. Там я уже часть нарезала, часть буду нарезать, замерять на вот эти вот стенки. Сделаю, как будто там, эта комната будет обитая деревянными досками, например. И таким образом укреплю данные стенки, пока я не сделала второй слой крыши. Потому что он будет немножко выходить за границы моего дома. И тогда это будет сделать сложнее. А сейчас я просто кладу дом вот таким вот образом. Вот сюда что-то увесистое нужно поставить. Тогда выравнивается вот эта моя стенка. Туда приклеиваю необходимые мне полоски. Немножечко она постоит вот так вот под прессом. Вот тут будет у меня что-то тяжеленькое. Постоит под прессом. Полоски хорошо схватятся и будут держать вот эту вот стенку. То же самое я переверну дом. И придавлю вот так. И буду клеить туда вниз, на нижнюю стенку. Чтобы она у меня постепенно выравнивалась. Так, полоски я наклеиваю через определенное расстояние. И вот так вот у меня получается. Так проклею одну стенку, вторую стенку. И, конечно, со стенкой, где у нас окно, будет немного посложнее. Потому что там придется подрезать все четко под форму данной стенки. Но думаю, что я справлюсь. Итак, вот так выглядит монтаж. Вот он изнутри обклеен полосками толстого картона. И, наконец-то, снаружи он не так сильно... Вернее, вот эта сторона вообще не прогибается. Она укреплена и отлично выглядит. Теперь мне нужно подправить внешнюю сторону. У меня вот тут обсыпалась паста. Вот там вот у меня пошла трещина. Я все буду замазывать текстурной пастой. Где какие недочеты, где что обсыпалось. И оконные проемы. Там, где мне это нужно. Там, где окна не будут закрывать. Вот этот срез картона я тоже замажу. И дверной проем, вернее, он так останется, как арка у меня. Тоже замажу текстурной пастой. Оставлю высыхать. И потом, после того, как все высохнет, уже можно будет красить внешнюю сторону нашего дома. И показываю, какой он у меня уже получился. Вот такой вот красавчик. Домик просох. И я теперь буду готовить краску, которой покрою внешнюю его часть. У меня белая краска закончилась. Я думала идти покупать. И вспомнила, что у меня есть белый акриловый медиум. Вот как раз у меня давненько уже эта банка. С 2018 года. С начала 2018 года. И нужно уже ее выиспользовать. Я красавчик обычно ей не пользуюсь. А тут я вспомнила, что как раз медиум применяют для разведения красок. И именно для этого я и буду его использовать. Итак, также я буду использовать вот такой вот акрил бирюзового цвета. И я намешаю два цвета. Не, я уже один намешала. Сейчас буду мешать второй. Первый цвет, который я намешала, вот такого цвета. Вот эта краска без добавления белого. Такого цвета у меня будет крыша и дверь. Вот такого цвета у меня будут окна. А сам дом будет бледно-бледно. Вот такой цвет. То есть тут еще меньше будет бирюзы и больше белого цвета. Как раз сейчас вот это я и буду замешивать. Такого цвета у меня будет. И еще, чтобы поверхность моего домика была такой текстурной, я добавлю мелкого песочка в эту красочку. Это придаст немного шершавую структуру моему дому. Вот что у меня, собственно, получилось. И вот эту вот массу я буду наносить на дом с помощью губки. Вот такой вот. У меня есть еще побольше. Так, вот мой домик покрашенный, его уже просушила. И теперь, прежде чем клеить окна и двери, я хочу наклеить так называемые обои. Почему их нужно клеить вначале, перед окнами, дверьми, я сейчас покажу. И вот на одну стеночку я уже приклеила обои. Я их вырезаю из скраб-бумаги. И видите, у меня тут получилось, что две лампочки разместились, так как они идут до потолка. И я вырезала под них маленькие отверстия. Сначала примерила данную стенку, надавила. И там, где получился отпечаток лампочки, я вырезала ножничкой маленькие дырочки. И вот так сейчас у меня выглядит данная стенка. Так, я вырезала нужный кусочек скраб-бумаги. Вот такие вот у меня будут обои. На той стене, под которую я подогнала этот кусок. Я, естественно, буду клеить вот здесь, обратной стороной. Я вставляю на ту стену свой кусочек и карандашом, держа одной рукой, второй, рисую, вот, прижимаю одной рукой, второй, обвожу отверстие, которое мне нужно прорезать. И потом чуть отступаю от полученных линий. С помощью ножа и линейки вырезаю вот эти вот отверстия. И приклеиваю потом получившийся кусочек скраб-бумаги. Когда уже будет наклеена скраб-бумага, можно вклеивать окна. И пока я буду заканчивать данное видео, все остальное я продолжу в следующей части. Конечно, если вам интересно, конечно, если вам интересен данный процесс, обязательно дайте мне об этом знать в комментариях. И пока-пока! До скорых встреч!